всем привет друзья боксерчики сегодня мы немножко поговорим о ложных действиях о финтах в боксе сегодня мы только приоткроем как бы глубины обмана глубины то есть вот техники которая связана с такими финтами где-то показываешь с одной стороны бьешь с другой стороны смотрите наслаждайтесь 1 наверное из самых сложных и самых интересных тем в боксе это ложные движения то есть что такое ложные движения мой тренер всегда мне говорил щукинское училище я тогда маленький был я не знал чутку щукинское училище ты знаешь что такое щукинское училище это один из самых ну крутых вузов театральное искусство это артисты реально чтобы научиться обманывать ты должен стать артистом то есть тебе настолько убедительно вот станиславский верю не верю там и так далее так далее то есть ты так должен научиться обманывать что те сто процентов верят сто процентов и вот очень часто боксеры применяют но помимо простейших вот этих вот избитых любительских защит когда смотришь голову да и сто процентов вырываешь в корпус когда у зрением начинаешь упирать короче в корпус до и начинаешь работать голову либо как-то вот это раздергивание ну это как бы самое самое простое с этого только-только начинают следующий момент это умение владеть обманом замаха вот это вообще высший пилотаж потому что за своей стратегии игры да вот и обычно раздергиваешь раздергиваешь соперник тебя очень быстро читает очень быстро то есть малейшее твое движение даже если ты делаешь быстро он реагирует и понимает с какой стороны будет наноситься удар вот мне мой тренер один раз один раз показал вот это замах что такое замах я просто реально на него повелся а удар получил с другой стороны то есть когда ты озвучиваешь вот этот вот момент и причем надо сделать его реально чтобы ты повелся чтобы ты реально начал отыгрывать его то есть несколько раз его даже может прогрузишь и потом ты уже делаешь что-то такое что он точно не ожидает здесь тоже вот это умение видеть свою цель умение заводить правильно руки на каждое мое движение он реагирует когда я хочу если мне надо короче то я за счет скорости вот этот замах превращаю уже в бомбу то есть я его завожу сюда и не бью он тоже как бы реагирует с одной стороны а потом резко его вкручиваю либо вверх либо вниз защититься невозможно просто невозможно вот еще разок да вот я откинул пробу сейчас защититься видишь вот она замахивающая часть и вот я ее вижу же сюда вывел тоже я показываю замах но меняю траекторию смена траектории это один из таких вот элементов считается мастерских потому что в бою это может быть очень быстро раз сюда поменял опять в его выводишь сюда раз ее под низ завел завинтил вывинтил то есть вот один сочетание уже скоростных качеств и сочетание силовых качеств потому что еще одна часть у замаха есть когда например вот я от замаха сработал например я его ударил я не даю ему ну как бы выпрямиться то есть я руку держу на нем то что касается еще замах у замаха есть такая дергающая часть то есть когда вы начинаете дергать вот здесь да если боксер очень грамотный то как только вы дернете он тут же может это принять как удар из контрударом выйти то есть обойти поэтому заигрываться замахами да вот этими отводами рук до то что ну как бы отводится и потом здесь уже начинает какая-то игра ну разыгрываться то есть нельзя как бы сильно увлекаться потому что еще раз говорю если боксер будет очень грамотный то есть он малейший твой замах прочитай да вот удара не да он тут же может тебе и взгреть поэтому как бы ты если например уходишь замах где-то ты все равно дублируешь момент второй вот этот вот момент скользко который идет на скоростном же режиме замаха когда ты реально его дергаешь или вниз падаешь или вверх его дергать чтобы еще раз говорю задача не то чтобы его там как-то напугать а как-то развернуть как-то вот и выиграть вот за счет своего обмана положение своей свое выиграть то есть более выгодно потому что здесь я понимаю у меня здесь не пройдет удар но слишком сложно ему сделать но я могу его имитировать чтобы как можно ближе подойти с левой стороны и использовать уже другой рычаг чтобы он уже как бы ну как это правильно сказать когда дистанцию сокращаешь у тебя сокращается да и время то есть ты смешно на смещении ловишь потом боксеры очень часто вот с помощью замахов набирают инерцию причем инерцию набирают вообще противоположную вот есть например вот такое защитное действие да когда но ты просто раскидываешь корпус вот смотрите вот вот этот вот замах я использую как разгон для своего удара то есть я могу просто его раз и сопернику будет уже сложно как бы понять ну из какие из этих движений являются опасными как вот ему правильно где если чё самому напрячься потому что ну когда вот эти вот мама махающие вещи ну происходит концентрации очень сложно удержаться то есть не знаешь с какой стороны как она ляжет вот смотри эдуард старайся смотрим вот сейчас мне надо пройти к тебе в грудь то есть коснуться вот здесь то есть у тебя задача либо короче ну ладошкой отбить либо так ну и если как бы ну понятное дело если я тебя обману то по-любому обману то есть первое что я делаю я начинаю вытягивать вообще в сторону вишу тебя рука уходит и вот здесь я начинаю уже досмотри складывать уже свою траекторию то есть я веду по более короткой траектории опять раз сюда сюда так же как здесь задача мне вот здесь ударить но я начинаю сбивать ее рука по-любому пойдет лишь уже здесь так опять еще разок отвлекаю здесь здесь отвлекаю вот цель моя вот здесь раз здесь пришла то есть очень сложно ее как бы ну вообще контролировать сам движение будут очень ну такие дерганы то есть ты по-любому вынуждена будешь реагировать в них раз прошел и раз опять раз 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 прошел то есть как бы тебя ну тебя начинают дергать ты начинаешь увлекаться смотри боксеры обычно у хорошие боксеры они концентрируются не на этих движениях а на движениях корпуса чтобы как бы ну тебе видеть именно перемещение массы именно здесь большая опасность а когда раздергивают ну руками вот и просто как бы уходишь смещаясь из цели малейшее движение шаг назад у тебя должен быть тогда уже эта защита будет нефиг на вот это вот ну как там концу будет уже неэффективно сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс're сейчас очень хорошо вот этот момент до Когда навстречу мы пошли, то есть движение я показал, он его поймал, оттянулся, пошел вперед и тут же прямо на удар налетел. Тоже, как бы, вот и говорю, на ногах очень много обманок. И одна из стратегий основных, она именно в ногах. Вот ты уже приучил, вот сейчас хорошо, вот, теперь грудь защищай. Вот твоя задача грудь. Раз, раз. Раз, здесь уже другой угол удара. Раз, раз, раз. Раз, раз. Раз, раз, раз. Теперь показываю одной рукой, бью другой рукой. Тоже известные такие формы обмана. То есть засвечиваю правую, бью левой. Засвечиваю левую, бью правую. Вот здесь момент, когда я руку вывожу на глаза. То есть я перекрываю боксеру глаза. Обычно вот так. Видишь вот эту мою руку? Если мы сейчас оденем перчатку, ты ее не увидишь. Да. То есть, да. И вот здесь небольшая задержка. Я просто чуть-чуть задерживаю руку. Я ее выкидываю и сразу ее не отвожу. Раз. И под ней уже подбираюсь. Раз. Подбираюсь. Раз. Подбираюсь. Первое. Ослепить. На зрение. Раз. Видишь, как хорошо. То есть ты ведешься на это движение рефлекторно. Все ведутся. По-любому. Один из самых ярких моментов обмана, это когда ты приучаешь соперника. Даже вот простейшие, да, вот собираешь на блок руки. Вот. Просто собираешь. Видишь, начинается одна и та же реакция. Раз. И сдваиваешь и пробиваешь. То есть это уже как больше на комбинацию. А как этой же рукой сработать? То есть так же. То есть если более-менее вот эту руку ты ожидаешь, да, и, ну, как бы по программам обычно так боксеры отбивают, то, например, движение вот этой стороны уже, да, не отрабатывают. Потому что у тебя вариантов, на самом деле, когда ты, ну, приучаешь, масса. И сюда заходить как бы тоже опасно с одной стороны. Потому что идешь прям сразу на руки. Вот тоже один из моментов обмана. Начинаете как бы увлекаться на одном, а вас ловят на другом. Поэтому еще раз говорю, то есть обманы, ложные, вот эти вот движения, они всегда преследуют какую-то цель. Одна из целей – усыпить соперника, ослепить его. То есть сделать так, чтобы он думал, ну, ну, что ты очень сильный или очень слабый. Что-то из этих вот вещей. Хорошее Щукинское училище. Пробиваете. И вниз-вверх. Пробиваете. Вниз-вверх. Вот сейчас очень хорошее кольцо такое получается. Раз, два, три. То есть умение, вот обман – это то, когда ты читаешь уже соперника. Эдуард, расскажи им про свои обманные действия. Как ты обманывал, как вот японца обманул, расскажи, очень интересно. Такое, да, можно сказать, такое обманное действие. То есть я приучал его, бил удары в корпус. Левый, левый прямой я ему наносил удары в корпус. Приучал. То есть показывал. И в какой-то момент, показав сюда, я нанес удар сбоку. То есть я приучил сюда. Вот мы двигались опять сюда. И в какой-то момент удар сбоку. Ты реально не увидишь такую штуку. Особенно, когда вот ее с азартом делаешь. Да. И я бил жестко. Бил жестко в корпус. Даже не просто вот я бил так, чтобы очко, а продавливая туда. То есть продавливая, да. Чтобы еще смещать с места. Да, чтобы смещать. Вот туда. Вот туда. А потом, оп. И удар сбок. Что не увидишь. Что самое интересное, я с траекторией встречного удара уходил полностью. Меня было сложно попасть. То есть я уходил сюда. Удар-то был здесь. И получается, я как бы избегаю встречного удара, наносил боковой. Ну вот это как бы такие вот, наверное, самые простые и непростые обманочки. Поэтому, парни, прежде чем вы начнете их, ну как бы, внедрять, еще раз говорю, начните с самых простых обманок. С самых простых ложных движений. И по мере, то есть вашего образования боксерского уже, ну или как говорят, то есть чем глубже вы будете погружаться, тем больше вы будете узнавать именно про обманные действия. Потому что они вплетаются уже в тактику, в стратегию. То есть это неотъемлемая часть правильного ведения боя. Обмануть соперника, обыграть его, обхитрить его. Ну это как бы концепция нашего спорта, бокса. Поэтому, парни, внедряйте, не смущайтесь. Что бы я еще хотел добавить? Вообще ложные движения, обманные движения в боксе. Это говорит о боксерском IQ спортсмене. Да, интеллект. Я скажу, обманные движения, вот в моем, на себе могу сказать, очень-очень сложно. Очень сложно научиться обман. Но это надо делать, потому что это реально говорит об IQ боксера. Много всяких финтов, много. Ну понимаете, нанести там прямой боковой снизу, ну это, в принципе, мы этому учимся все. А вот обмануть и попасть, вот это уже классно. Это уже, поэтому, вспоминая давние времена, давние, когда только начинали заниматься, нас этому обучали. Нас этому обучали, вот сейчас хочется сказать, сталкиваясь с современным боксом, а это уже, скажем так, я начинал более 20 лет назад заниматься, а это уже по истечению 20 с лишним лет, сейчас этому практически не учат. Ни финтам, ни обманкам этому не учат. Хотя я вспоминаю всегда своего первого тренера, Владимира Ивановича, когда он говорил, слушай, ну показал сюда, ударил туда, показал сюда, ударил туда. Ну это классно, когда ты можешь обмануть и не пропустить, и не дать по себе ударить. Ну это вообще, это просто высший пилотаж. А идти и бить, да в принципе тут ума много не надо, правильно? Да. Иди и бей, там где-то пропустил, где-то не пропустил. А где-то можно пропустить и сесть. Присесть, прилечь. По-разному бывает. Поэтому внимательно относиться вот к этим вещам, это очень обязательная, очень обязательная тема. Согласен полностью, сейчас практически уже этому не обучают. Или обучают как-то скупо. Тренера старые, да, показал эту руку, ударил этой. Показал сюда, ударил сюда. Также очень много обманных движений на ногах. То есть то, когда вы уже в своем рисунке закладываете какое-то обманное действие, или там с защитным соединяем действия, с ударным действием. Безграничная тема. Я думаю, что мы еще неоднократно к этому вернемся. Я бы хотел еще добавить, вот судя по последней, по современной тенденции, вот я опять же наблюдаю, сейчас увидят какого-то выдающегося спортсмена и все срисовывают с него. Вот один сегодня делает там, сегодня мы Васю Ломаченко, двигается на ногах финты, уклоны. Весь мир копирует его. Но вы не забывайте, то, что он, чтобы это научиться, он это делал там 20 с лишним лет, или там 30 лет, и он всю свою жизнь это делает. Потом появился там, не знаю, Альварес Канелло, все копируют его фишки. Должно быть что-то свое. Вот мое мнение. Свое что-то должно быть. И должно быть Азы и школа бокса. Да, да. Все сейчас хотят миновать школу бокса и прийти сразу на вершину пьедестала. Но такого не бывает. Такого бывает только 1% из 100, наверное, это если выдающийся только боксер. Это вот мое мнение. Так и есть. Субъективное. Поэтому, друзья, боксерчики, оставайтесь с нами, наблюдайте за нами. Все постепенно покажем, расскажем. Бокс – спорт смелых людей. Да. Спасибо.